Свобода Опьяненные Свободой, ничего не могли поделать, не могли остановиться. Они пытались вырваться из-под гнета, сбросить оковы. Они стремились к свободе. Какой свободы они искали? Что такое свобода? И вообще, в силах ли мы ее найти? Свобода Каждый может обрести свободу, если только он умеет ограничиваться и находить самого себя. Иоганн Вольфганг Гёте. У каждого человека свое понимание свободы. Одни стремятся к деньгам, то есть в конечном итоге к финансовой свободе. Для других свобода это власть. Возможность свободно принимать решения, влиять на судьбы людей и государств, судьбы мира. Для третьих, главное это известность и популярность, которые обеспечивают им свободу творчества и самовыражения. А есть люди, для которых телевизор и кружка пива самое свободное состояние, какое только может быть. Но это пока. Пока по телевизору идут те программы, которые человеку интересны, а в магазине можно свободно купить свежее пиво. Когда окружающее общество свободно обеспечить наши внутренние запросы, мы чувствуем себя свободными. Если нет, мы стремимся переделать это общество так, чтобы стало больше возможностей для удовлетворения наших желаний. И тогда происходят бунты, кучи, восстания, революции и войны. Слезы, душения, страдания. Когда меняются общественно-политические формации и общественные отношения, к власти приходят новые люди, деньги переходят в другие руки, и появляются новые кумиры, новые телевизионные программы и сорта пива. Лишь тот достоин свободы, кто умеет завоевывать ее. Шарль Бодлер. Мы движемся вперед. Наша цель – свобода. Идеальные условия для реализации наших желаний. Так мы это понимаем. Для чего мы напрягались, страдали, расходовали энергию? Для того, чтобы свободно наслаждаться жизнью. Но разве существует в нашем материальном мире бесконечное, неприедающееся наслаждение? Нет. Раньше или позже мы присыщаемся. У нас есть деньги, и все, что можно было купить на них в нашем магазине, мы уже купили. Но есть и другие магазины, мы хотим покупать и там. У нас есть власть, но только над миллионом человек, а их намного больше. И нам очень хочется властвовать над всеми. У нас есть знания, но не обо всем, а нам хочется знать все. У нас есть телевизор, но у соседа экран больше. Мы хотим получать и как можно больше. Получать и наслаждаться. А если не получаем, тогда что? Тогда страдаем. И при первой же возможности бежим от страдания к новому наслаждению. Вот так всю жизнь. Мы мечемся между наслаждением и страданием. Получаем наслаждение. Счастливо. Начинаем страдать. Бежим к новому наслаждению. Делать то, что доставляет удовольствие. Значит быть свободным. Вольтер. Что же это за сила такая, которая заставляет нас постоянно желать все больше и больше? Ответ прост. Генератор желаний неограниченной мощности – это эгоизм. Он заложен в нас от рождения. Он диктует нам тактику поведения. Он подталкивает нас. Он подталкивает нас. Далее капитализм. Дание и наслаждение были соизмеримы. Двадцатый век положил этому конец. Две мировые войны и неудавшаяся попытка мировой революции на протяжении жизни одного поколения. Не много ли? Первая мировая унесла 10 миллионов жизней. Великое Октябрьское и ее последствия еще 44 миллиона. Вторая мировая – 62 миллиона. Период так называемого «мирного сосуществования» подарил человечеству войны в Корее, Вьетнаме, на Ближнем Востоке. Количество жертв культурной революции в Китае, геноцидов в Камбодже, социалистических преобразований в СССР и странах Восточной Европы до сих пор не подсчитано. Эгоизм достиг в 20 веке такого уровня, что практически потерял свою созидательную составляющую. Да, эгоизм помог нам победить чуму, холеру и создать бактериологическое оружие. Да, благодаря ему мы добились широчайших демократических свобод из самого высокого за всю историю человечества уровня преступности. Да, мы научились эффективно использовать природные ресурсы и медленно, но верно разрушаем экологическую систему планеты, свой родной дом. Да, мы так глубоко проникли в тайные вещества, что изобрели оружие, которое угрожает нашему собственному существованию. Проблема современности заключается в том, сумеет ли человек пережить свои собственные изобретения. Луи де Броль Сегодня эгоизм привел человечество к очередному ощущению несвободы. В чем же оно выражается? В страхе. Такого раньше не было. Страх перед стремительно вырастающим ритмом жизни, который не все выдерживают. Перед возникающими неизвестно откуда неизлечимыми заболеваниями, которые мгновенно расползаются по всему миру. Страх перед преступностью. Страх перед терроризмом, который сегодня уже угрожает каждому. Он проникает во все сферы жизни и не признает границ. Этот страх, это ощущение безысходности порождает в людях глубокие депрессии и стрессы. Умножает армию алкоголиков и наркоманов. Все больше и больше пациентов у психотерапевтов. Все больше и больше клиентов у наркотарговцев. Экраны телевизоров захлестнула волна фильмов ужасов, фильмов-катастроф. Что это? Еще одно проявление страха? Ощущение надвигающегося конца? Редвительное? Мы изменили свое окружение так радикально, что теперь должны изменить себя, чтобы жить в этом новом окружении. Норберт Винов. Эгоизм продолжает подталкивать нас к новой реальности. Но к какой? На этот раз человечество себе не представляет эту реальность. Есть ощущение, что впереди бесконечная последовательность новых, более страшных страданий. Абсолютно все исчерпано. Тупик. Бедствие умножится из-за ужаса великого. Человек захочет умереть, но не дадут ему умереть. И будет он жить в страшных мучениях. И тогда народы сами начнут искать истину и вернуться к ней. Книга Зор. Третий век. Главная книга Кабалы. Нужно ясно осознать, что эгоизм – это объективное зло и ограничить его воздействием на самих себя. Начать жить по законам природы, частью которой мы являемся. Природа, как свидетельствует современная наука, объединяется единой мыслью и развивается в соответствии с единым законом – законом отдачи. «Возьми себе то, что необходимо для поддержания существования, остальное отдай». Тупик, в котором мы сегодня находимся – это благо, созданное природой. В сложившихся условиях человечество наконец готово принять то, что оно упорно отвергало на протяжении всей своей истории. Доктор философии, каббалист Михаэль Лайтман. Если мы будем жить по закону отдачи и все наши действия будут направлены не на изменение внешней среды, а на изменение самих себя, нашего «я», на развитие своего духовного мира, на раскрытие его связей с духовной сферой мироздания, с высшим миром, то тогда мы сможем выйти из создавшегося тупика. К этому выводу приходили раньше или позже величайшие умы человечества. К этому сегодня с большим опозданием приходит официальная наука. Мнение современных ученых приближается к тому, что изложено в древних каббалистических книгах, написанных много веков назад. Баля Сулам – философ, каббалист, человек, раскрывший книгу «Зор» нашему поколению. Баля Сулам пишет так. Ты хочешь измениться? Есть четыре фактора, от которых тебе никуда не деться. Первый называется «основа» или «суть». Это значит, что в тебе заложены данные, свойственные только тебе и никому больше. Они передаются из поколения в поколение. Тебе их не изменить. С ними ты живешь и идешь к целитворению. Второй фактор – программа. Да, существует четкая программа развития сути. Она заложена в тебе от рождения. В ней определено все, кто ты такой, каким рождаешься и весь путь, который пройдешь. Третий фактор – окружение. Ты живешь в обществе. Оно заставляет тебя соблюдать принятые в нем законы, нормы, традиции, навязывать свои ценности. Ты можешь сопротивляться этому влиянию, но уйти из-под него ты не в состоянии. Я делаю не потому, что хочу сделать, а потому, что на меня так воздействуют, вынуждая и без моего ведома. Баля Сулам. Но в чем же тогда свобода воли? И что ты можешь сделать? Только одно в твоих силах, пишет Баля Сулам, только в одном ты свободен. Ты можешь подставить себя под влияние окружения, как и ты, стремящегося к духовному. Это окружение – книги, группа, учитель. Книги, написанные каббалистами, уже прошедшими этот путь, подобны лоции, которая помогает обойти все мили, все рифы, подводные течения и достигнут горки назначения вовремя, в целости и сохранности. Учитель. Опытный лоцман, не только умеющий читать карту, но и на собственном опыте, знающий, как и куда плыть. Группа, сплоченная команда, объединившая свою силу, действующая как единый организм во имя достижения цели. Ты находишься перед входом в сокровищницу. Тебе дали приглашение в вечность, в совершенство. Бааль Асулам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok